В числе первых свою награду получила воспитатель дошкольного учреждения Вера Гусева. 40 лет она уже в профессии, из которых 30 работает в Видновском детском саду «Радуга». За плечами у Веры Алексеевны десятки наград, а вот звания «Почетный работник общего образования Российской Федерации» пока не было. Конечно, приятно, когда отработала столько лет и оценили мою работу. Хотя самая большая оценка для нас – это, конечно, наши дети и то, что приходят благодарные родители. Еще восьми педагогам вручили почетные грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации. Более десяти человек наградили грамотами и благодарственными письмами главы района. Одиннадцать учителям, победителям конкурсов профессионального мастерства подарили денежные сертификаты. Еще одним подарком для педагогов в 2017 году стало открытие новых учреждений образования. В этом году мы открыли три новых дошкольных учреждения, новое здание Володарской школы. ВХТЛ получила замечательную пристройку. Также я хотел бы сегодня поделиться с вами радостью. Мы получили заключение о завершении строительства одиннадцатой школы. И уже со второй четверти пятишки, которые уже хотели, желали, их порядка четырехста, пойдут в новую, замечательную, очень уютную и современную школу. Также за успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения шесть педагогов наградили почетными грамотами Совета депутатов Ленинского района и благодарственными письмами депутата Государственной Думы. Для меня огромная честь иметь этот момент, сказать вам спасибо в очередной раз. На самом деле мы вас очень любим. Еще одну значимую награду гранд-губернатора Московской области получил Олег Рубцов, став лучшим учителем мировой художественной литературы и изобразительного искусства 2017 года. Он уже 15 лет в педагогике. Какое-то время работал в образовательном учреждении при посольстве России в Монголии, затем в Развилковской школе, а в новом учебном году занял должность директора Видновской школы номер пять. Для меня главное сейчас, конечно, это развитие школы, развитие информационных технологий в школе, развитие робототехники, развитие программирования, ну и всего-всего вот того современного, что есть вот на сегодняшний день в нашем образовании. Наш педагогический корпус отличается волей, творческим таким широким потенциалом, ну и, наверное, как я говорю, любовью к своей профессии, которую однажды они выбрали и остаются верными ей. Завершилось мероприятие праздничным концертом. Танцевальные и вокальные номера для педагогов исполнили творческие коллективы района. Ирина Бокова, Алексей Руднев, Елена Кошлева, Видное ТВ.